МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спилили пол дома и распугали крыс в рубрике «Дежурный по городу». Новости на телеканале Ника+. В студии Маргарита Михайлова. Здравствуйте. Звездный десант высадился в Петрозаводске. Артисты, певцы и писатели приехали в столицу Карелии в качестве волонтеров. Во главе теледедушка всех российских детей, руководитель Яралаша Борис Грачевский. Звезды проедут по городам республики, где проведут мастер-классы и кинопоказы. Форум «Детский киномай», который проводит благотворительный фонд. С таким же названием это целая кинонеделя. Показы пройдут в Петрозаводске, сортовале и сегеже. К своему огорчению на открытии форума мальчишки и девчонки, а также их родители, фильмов не увидели. Стартовала кинонеделя играми и мастер-классами. Дети раскрашивали, создавали оригами и закладки с миньонами. Но то ли еще будет. Юных жителей Карелии ждут мастер-классы по литературному творчеству, журналистике, актерскому мастерству и вокалу. А самое главное – встречи со звездами. Особенно ждут дети создателя Яралаша. Мечтают и сняться в киножурнале. Я знаю только про Бориса Кричевского. Это, наверное, все хотят, так как ты сразу станешь популярным. Все мечтают, наверное, попасть на телевизор. Ну, Яралаш, я думаю, сейчас подростки такие лет 15 уже не смотрят, а дети. Дети смотрят, конечно же. Это очень интересно попасть, подружиться с актерами. Уже 8 лет мероприятие фонда «Детский киномай» проводится в больших и малых городах России. Фонд успешно сотрудничает с бизнесом. Поэтому вход на кинопоказы будет свободный. С Борисом Грачевским и другими звездами сегодня смогли пообщаться и журналисты. Почему для них важна благотворительная деятельность? И есть ли у карельских детей шанс попасть в Яралаш? Узнаете в следующем сюжете. Звездные волонтеры говорят, мы только небольшой кусочек айсберга. Детям актеры нужны чуть-чуть. Больше им необходим одеяло, подушки и игрушки. Слова артиста Сергея Плотникова, благотворительный фонд «Система», организатор фестиваля «Солоны» подтверждает тут же. Четырем коррекционным школам республики вручают сертификаты на приобретение мультимедийного оборудования. Такую адресную помощь со всей душой поддерживают звездные волонтеры. Так актер Андрей Носков уже на протяжении семи лет ездит с фондом в детские дома и больницы. Мне кажется, нам человечества вообще не хватает. Поэтому, мне кажется, то, что происходит сейчас и будет происходить, это нужно и интересно. Интересно и нужно. Детский писатель Анна Игнатова любит лепить из пластилина и говорит, что быть детским писателем – это писать такие книги, которые будут читать дети. Ее ответ на взрослый вопрос, зачем вы участвуете в этом проекте, наверняка устроил бы любого ребенка. Кто румяне всех на свете? Это яблоки и дети. Теледедушка всех российских детей, создатель и руководитель журнала «Яролаш» приехал в Петрозаводск с молодой женой. Актриса и певица Екатерина Белоцерковская, тоже участницей проекта. Борис Юрьевич шутит, в Петрозаводске не был 68 лет, то есть никогда. Но уверен, глаза карельских детей будут гореть на встречах со звездами, так же, как в любом другом городе. Мы в ответе все, за тех, кого мы вырастим и как мы вырастим, в виде глаза детей, которые приходят нам на встречи, на мастер-классы, на концерты и на все остальное. Это, наверное, очень важно. Это вот та самая батарейка, которая заряжает их на позитив, заряжает их на то, что надо жить и надо что-то делать. Мы не могли не спросить у Бориса Юрьевича, есть ли шанс у карельских детей попасть в «Яролаш». Оказалось, шансы минимальные. Нужна своя студия. Петрозаводск для этого слишком мал. Однако на желание творить добро численность населения никак не влияет. А спонсоры экологического фестиваля «Солоны» сделали карельским детям подарок. Благодаря им в детско-республиканской больнице открылось 8 новых игровых комнат. Еще несколько игровых комплексов распределили по городским медучреждениям и отправили в районы. В детско-республиканской больнице ежегодно лечится около десятка тысяч пациентов. Поэтому лучший подарок для воспитателей – новые игрушки для их подопечных. Маленькие больные заботу социально-ориентированного бизнеса оценили. Мы посмотрели, поиграли уже. Уже посмотрели, что мы купим, наверное, какую себе аптечку. Нас сегодня должны были выписать, получается. Мы думали, что мы уже не успеем увидеть. Варя переживала, говорила, может, мы останемся еще. Старыми в игровой комнате остались только стены. Появилась новая мебель, отдельная зона для детей постарше и десятки разнообразных игрушек для всех возрастов. Все они подходят для использования в больнице. Это было нам очень необходимо. И вот такая красота и такой объем игрушек, они, конечно же, для нас просто такая большая радость, счастье. Игровые комнаты обновились во всех отделениях. Еще 8 таких же вместе с новыми игрушками отправились в городские медучреждения, а также в Сартовало и Сигежу. Мария Валетова, Владимир Волотовский, телеканал Ника+. Активные петрозаводчане потребовали прекратить строительство 17-этажки в центре города. Люди говорят, что она опасна и мешает жителям близлежащих домов. Что нужно, чтобы остановить политику уплотнительной застройки в столице Карелии? В следующем сюжете. Начало Первомайского проспекта. На самом берегу реки Неглинке возводят 17-этажную свечку. К этим застройщикам есть один основной главный вопрос. Почему они вообще не думают о безопасности людей? Ведь здесь речка. Если эта речка подмоет 17-этажный дом, то будет такая катастрофа, о которой весь мир будет говорить. Активные горожане обратились в Карельский парламент к депутату Ирине Петеляевой. Она выехала на место, чтобы оценить ситуацию. Такое ощущение, что та фирма, которая согласовала проекты, сделала экспертизу, а это какая-то фирма в Москве, конечно, им здесь не жить. Конечно, москвичам приезжим, вот они сюда поприезжали, посмотрели и уехали. А мы в Петровозвольчане должны будем потом любоваться каким-то страшилищем в 17 этажей. Я уже не говорю о той экологии, которая явно уже нарушается и будет нарушена. И возмущает отношения прокуратуры, возмущает отношения тех, кто временно исполняет обязанности, которые уже мне ответили, что да, какие-то нарушения есть, но в целом, раз есть экспертиза, то можно и строить. Как такое возможно в правом государстве? Борьба с уплотнительной застройкой в Петрозаводске идет уже больше пяти лет. В прошлом году удалось остановить строительство 25-этажки на Куковке. Тогда на митинг вышли полтысячи человек. Другой пример успешной борьбы – стадион в районе Октябрьского проспекта. Его тоже предлагали застроить. Но активность жителей ближайших домов и депутатов остановила бизнесменов. И таких примеров много. Депутат Законодательного собрания Ирина Петеляева уверена, только объединившись, горожане смогут добиться прекращения политики уплотнительной застройки в Петрозаводске. Слабовидящие и незрячие люди каждый день рискуют здоровьем на древлянке. В Соломином крысы атакуют пенсионерку. А на ключевой у мужчины отпилили полдома. Подробности в рубрике «Дежурный по городу». Жители микрорайона Скандинавия о существовании программы «Доступная среда для инвалидов» знают только со слов чиновников администрации. Каждый день путь на работу и домой превращается в полосу препятствий. Это обычный маршрут Михаила и Виктора. От конечной троллейбуса до устойчивого тротуара метров 100 обочины с ухабами и колдобинами. А потом надо переходить дорогу. Водители не всегда пропускают человека с белой тростью. Справа и слева здесь обрывы. Обрывы такие метра два. Зимой это особенно сложно. Со мной было уже неоднократно. Я сваливался и прямо на проезжую часть. Конечно, это не единственный путь. Можно обойти кругом через парковку автосалона, но вечером она закрывается. Есть еще социальный транспорт, который идет от конечной Напопова до Скандинавии, но он не всегда удобен. Автобус ходит лишь с полдевятого утра до девяти вечера. А очень часто, возвращаясь с работы от друзей, от родственников, возвращаешься домой позже, а на работу уходишь, как правило, раньше. Как утверждает Михаил, у него есть решение суда от 15 декабря прошлого года, согласно которому администрация обязана оборудовать здесь тротуар и пешеходный переход. Больше полугода прошло, а ВОЗ и ныне там. Лидия Попова из Соломинова уже несколько лет добивается от администрации помощи в решении квартирного вопроса. В 2011 году после пожара дом, в котором находится ее квартира, признали непригодным для проживания. Вторая половина в муниципальной собственности. Ее состояние, мягко говоря, плачевное. Вообще это помещение, я хочу сказать, что держится за счет стояков. Вот стояки рухнут, уже они разваливаются, видели вы, и все обвалится. Видите, уже потолок вон провис. Проблемы нежилой части дома аукаются пенсионерке, прохудившейся крышей, дырами в стенах и полами, которые ходят ходуном. Мэрия и Лидия Попова никак не могут договориться полюбовно. Лидия Григорьевна не хочет переезжать в какую-нибудь из квартир маневренного фонда. Говорит, там еще хуже. А у администрации нет денег и нового жилья, чтобы исполнить решение суда и переселить женщину. Пенсионерка в отчаянии. Осенью в дом вернутся крысы, которые не раз атаковали Лидию и даже съели любимую черепашку. Назад в 90-е вернулся житель 2-го гвардейского переулка Петр Касьянов. У дома, в котором он живет, две недели назад отпилили половину. По мнению Петра, абсолютно незаконно. Дней 10 они уже сняли крышу, я жил без крыши и свечащим потолком, который не оперто ни ночью, просто на стенке на тоненькой висит. Осыпаются потолки, у меня тоже разрушается все. И ночью спать, потому что невозможно, вдруг упадет. По словам мужчины, собственник у дома один, а стройку на участке ведет совершенно другой человек. Дом находится в долевой собственности, то есть Петру принадлежит ровно половина всего имущества. Для того, чтобы проводить подобные работы, владельцы второй половины должны были как минимум спросить разрешение у Петра и зафиксировать этот факт документально. Как утверждает мужчина, с такими просьбами к нему никто не обращался. Теперь его дому необходим капитальный ремонт. Петр уже написал в полицию, прокуратуру и жилищную инспекцию с просьбой разобраться в ситуации. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. А если и вам есть что нам рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Новости на сегодня все, а я Маргарита Михайлова с вами прощаюсь и желаю вам хороших выходных. До свидания.